Кроме председателей избирательных комиссий, в работе Всероссийского совещания приняли участие и представители политических партий России, поэтому диалог получился достаточно конструктивным. Были интересные выступления представителей нескольких политических партий, без в основном политических заявлений, но с упором на конкретную проблематику, которую нужно решать в рамках развития российской избирательной системы. А вопросы на совещании обсуждались самые откровенные, вплоть до борьбы с криминалом на выборах. С докладом на эту тему выступил председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Криминал любыми способами пытается пройти во власть. И именно избирательные комиссии, в первую очередь святовые комиссии, муниципальные комиссии окружные, должны стать этим барьером, непреодолимым барьером для криминала, чтобы не допустить его во власть. Я думаю, что и в выступлениях коллег эта тема тоже звучала. Для всех это действительно актуальная тема. Актуальной стала и тема возврата в бюллетени избирателей строки против всех. С 1 января 2015 года меняется избирательное законодательство. Сократятся расходы на организацию следующих выборов. Я предлагал перейти к новым формам информирования, как то работа в социальных сетях, работа в блогосфере, работа в интернет-пространстве. Это намного дешевле, чем разрешить огромные билборды размером 2 на 6 метров, выпускать плакаты, листовки и так далее. И таких вот источников экономии. Их много. Еще в самом начале совещания председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, собравшиеся, поставили цель не столько говорить об итогах состоявшихся выборов в этом году, сколько о предстоящем едином дне голосования 2015 года. В Сочи, к примеру, в следующем сентябре выберут депутатов городского собрания.